Мы сейчас будем корректировать носогубную складку, но не по классической технике, а мы проработаем именно сам треугольник, вот этот внутренний треугольник. Почему? Потому что мы видим нависание носогубного жирового пакета, а для того, чтобы чуть-чуть его как подпорочку легенькую дать, мы поставим глубоко на кость болюс, и таким образом мы немножечко укрепим и профилактируем в дальнейшем вот это нависание нашей носогубной складки. Обязательно мы делаем с аспирационной пробой, потому что в данном случае вот фоциалис, лицевая артерия, она у нас проходит, но в толще жировой ткани носогубного треугольника. Так, мы делаем вдох. Все, все. Сколько секунд делаем аспирацию? Минимум 20. На вторую сторону мы должны взять вторую иглу пустую. То есть это же алыбаспирационную пробу с другой стороны не сделаете. Лысенька, он у нас с ледокаином или без? Хороший вопрос, он у нас посмотри. Везде такая. Ларишкинка оттерпима? Ну, немножко разбирает у нее. Немножко разбирает. Все. Ну, мы сделали. Теперь можем посмотреть одну сторону, левую сторону, которую она сделает. Вернее, правую, да? И вот левую здесь. Да, ну, и одна разница. Налезает катышон. Здесь, ну, опять-таки, нам нужно буквально минут 5-10 для того, чтобы, понятно, мы знаем, что делала луновая кислота, и соседние ткани подбирают недостающий объем, то есть воду. Да? И воссоздают за счет этого объема. Вот оно на глазах. Так, и ввели мы, и ввели мы, 0,3 миллилитра препарата. Ну, особенно актуально еще, это вот такая техника в том случае, когда вы понимаете, что я делал до этого на северную складку, у него есть там фиброз по разным причинам. Поэтому ты красива под фиброз, когда кожа, знаешь, как гладкая, как коток, и как она такая вот ровная в этом месте, и она меняет даже цвет. А теперь посмотрите, есть ли смысл делать на свободную складку? Нет. И поэтому мы воссе, естественно, не надо. В этом случае, как раз так. Интересно, я просто не видела ни разу. Я не буду иглу видеть. Я так увижу, если же иглу не буду менять. Ну, хорошо, ну, конечно, да. Ну, если по правилам, мы поставим. Маришенька, мы делаем вдох, вдох. Все, мой хороший. Ну, да, и носичка, чуть-чуть и окушку. Ну, куда же, я же не вижу ничего. Чуть-чуть возьми в сторону. Сейчас, подожди. Маришка, я знаю, я стою на косточке, поэтому тебе немножко... Я не приятное чувство, разбираю, комфортненько. Дело в том, что есть пациенты, если выраженный вот этот капюшон несогубной, иногда я по 0,5 калю. Поэтому в среднем это 0,3, а можно и 0,5. Ай, Носик, а давай носик вот сюда. Сейчас посмотрим. Ну, тут запрос, она хотела немножко, вот, я так понимаю, что... Осталось, а носик... Вот хочется носик прям вот. Губки-то уже красивые. Туда все равно миллилитр еще и нужен, по-хорошему. Понимаешь, это фунты. Она носик, а как раз хватит. Тем более, в этом месте мы уже работали, давай дайди за... Все равно мне мало сюда, я бы еще добавила, наверное. Давай носик чуть-чуть. Ножик внизу заебается. Ой, я так не читала это, посмотрите. Вот, видишь, что ты не читала. Хоть чуть-чуть. Мало, ну, мало. Ну, хоть чуть-чуть. Давай делаем вдох. Ой, уже все, уже все. Оно быстро достаточно. Неприятно, конечно, да. Слушайте, ребята, у нее нос поднялся. У меня мозга и надо кормить. Надо ли? Альбомик. Не, не, все хорошо, все хорошо. Все, как и тепло. Не, тут тоже все нормально, я думала, будет. А, ну, кончик, да, носа немножко вверх? Вот сюда сошли. Ой, класс, я так хотела такое посмотреть. Ну, совсем другое. У нее нос были открылись, посмотри. Ну, что ты чувствуешь? Он у нее был вниз? Да. Слушай, да. Вообще красиво. Ну, класс. Так, смотри, я тебе немножко чуть-чуть сделаю неприятно. Слушай, ну, трещит у нее. Что ж там такое? Блин, это УЗИ надо сделать, посмотреть. Вот нажимаешь, прям треск. Это именно губы, да? Да, именно губы. С одной стороны. Ну, там, где... Ты слышишь сама? Да, слышу. Думаешь, это препарат или... Там, где была ли геоломентаза. И что там удается. Мариша, так ты что, красавица. Слушай, ну, у нее действительно... На таком количестве препарата. Или потому что бифа запозна? Наверное. А побольше-то мне так вот, мамаш.